Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. О чем мы сегодня будем говорить? А вот тут вот я уже приготовила вам кое-что, и об этом мы будем говорить, я расскажу о чем. Конечно же, о здоровье. Конечно же, мы будем говорить о том, как похудеть, как вывести токсины. Самое важное и самое главное – это как не болеть. Откуда брать такие продукты питания и как их делать, чтобы эти продукты питания становились своеобразным протектором, защитой. Своебразной защитой против всех заболеваний, даже самых страшных, которые способствуют разрушению нашего организма. Дорогие мои, есть очень простой способ. Существуют специальные бактерии, пробиотики. Я про них очень часто говорю и буду говорить, потому что я их постоянно выращиваю. Пробиотики – это такая уникальная вещь, которую мне открыл профессор Неумывакин. Настолько уникальная, что каждый врач-педиатр, я считаю, должен рассказывать своим молодым мамочкам, и не только молодым, всем, что существуют пробиотики. Вы их можете выращивать сами дома. И тогда ваши детки избавятся раз и навсегда от такого, у нас уже стали ставить диагноза, дисбактериоз, которого как диагноз вообще ни в одной стране мира не существует. Когда первый раз я услышала вот это, у меня на слуху было дисбактериоз, а поскольку у меня все врачи в семье, я позвонила маме и говорю, мама, сыну поставили дисбактериоз. Мама говорит, Катя, это не диагноз, это не диагноз, на фоне чего этот дисбактериоз образовался, что до этого давало. Я говорю, да вот он простыл, выписали антибиотики. Когда ему было два с половиной годика? Какие антибиотики? Я ей дала название. Она мне говорит, Катя, как ты могла, не посоветовавшись со мной, давать ему эти антибиотики? Что совсем мозгов нет у врача выписывать такие антибиотики. Такие антибиотики должны быть уже официально отменены. Ну вот я вам хочу повторить, все, что гентамициновое, вот все, что с гентамицином связано и антибиотики гентамициновой группы запрещены официальной медициной. И сам гентамицин. Может быть, сейчас поменяли название. Вот тогда именно, это было 16 лет назад, тогда именно был не гентамицин, а вот какое-то такое название, я уже не помню, но относится к группе как раз вот к этим вот гентамициновым. Что делают эти антибиотики, этой группы? Будьте внимательны. Они делают из детей глухонемых. То есть, так работают, что воздействуют на слух. Детки становятся глухонемые, а многие и слепые. Поэтому гентамицин официальной медицины был запрещен. Другие антибиотики, которые сейчас новые, они и в процессе изучения. Может быть, даже на ваших детках. Поэтому будьте осторожны с антибиотиками, не шутите. Раньше антибиотики, если вы помните, давали, было два, в том числе гентамицин, ампициллин и был еще пенициллин. Ну, вот это основные были антибиотики. И то, их давали в основном, когда готовили к операции или в послеоперационный период и так далее. Все. То, что сейчас мы видим, и то, что кому не лень на все подряд заболевания, антибиотик, 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 антибиотик. Потом у ребенка приспосабливается организм. И уже когда второй раз ребенок болеет и может быть серьезным заболеванием, этот антибиотик, который давали, уже не действует. Приходится искать какой-то новый. И вот вам фармацевтические компании работают, постоянно новая, новая, новая. Вот такой, такой, такой. И вот у вас уже целый ряд, и ваш ребенок инвалид практически. Поэтому Господь Бог умница. Он уже дал нам природные антибиотики, в том числе пробиотики. О многих природных антибиотиках вы знаете. А пробиотики в первую очередь восстанавливают кишечную микрофлору. Ну, первый пробиотик вы все знаете. Первый пробиотик это кефир, но только домашний. Если вы покупаете в магазине тягучий вот этот вот продукт, то будьте осторожны, потому что, потому что вы не даете здоровью пищу своему ребенку. Я считаю, что лучше найти какую-то бабушку, у которой есть коза. Приходить к ней лучше ее, я не знаю, там ей переплачивать какой-то рубчик-два. Но и вы и ей поможете, благословлять ее будете постоянно. И вы своего ребеночка будете вести здоровым и сильным. Вы сможете делать свой кефир. Вы сможете делать свои сливки. Вы сможете делать творог свой домашний. И вы сможете сыр делать. Там девочка мне написала, что у нее жидкий сыр не получился. Ну, что же я сделаю? Может быть, недостаточно расплавила. А может быть, наоборот, вы написали там 40 минут, держали. Ну, вот у меня получается, вы же видите. А у вас, я вот точные рецепты, там надо же корректировать. Может быть, чуть больше того, чуть меньше этого. Мы не знаем жирность вашего творога. Я не знаю, на козьем или вы твороги делали. Или же вы на коровьем. Вот многих вещей, может быть, у вас масло сливочное не домашнее было. А может быть, у вас был продукт. Может быть, у вас был маргарин. Тут столько вариантов, что может и не получиться у вас. У меня получается. И я вам показываю. И еще буду делать. Обязательно камеру включу. То есть, у вас будет этот продукт. Козий кефир. У вас будет уже пробиотик. У вас будет просто кефирчик. Вот, ну, если молоко будет. Вот у меня, сейчас я вам покажу. Уже тут я подготовила. Вот, посмотрите, я хожу. Я покупаю. И у меня много, много, честно говоря, здесь. Я тут вот смотрю, как у меня класятся кефир. Вон, видите? Вот, по осадочку смотрю. Бросаю туда корочку черного хлеба своего. И все, и оно у меня там пошло-поехало. Двое суток, в тепле. И пробиотики готовы. Замечательнейший кефир, простокваша. Все, что хотите, делайте. Это первый способ. Второй способ пробиотики. Это когда я показывала. Делаем имбирь с медом. Это тоже один из способов. Когда вы делаете имбирь, я внизу сделаю ссылочку на имбиротерапию. Посмотрите обязательно, и вы увидите второй способ. Первый кефир, второй способ имбиротерапии. Третий способ. Вот просто беру ягоды. Вот у меня уже заканчивается одна баночка. Я замораживаю ягоды. Вот если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что здесь прямо аж пенка идет. Вот это те самые пробиотики. Я размораживаю, кладу в баночку. У меня получается полная. И добавляю им туда мед, как питание. Им нужно питание. Можно даже ничего не добавлять, но есть вероятность, что вдруг плесень появится. Или еще что, что они не справятся. А тут им еще питание, мед даешь, и они бродят, гуляют. Вот даже слышно, как кефир, когда газует, то же самое это. Пожалуйста, как я употребляю? Да, обыкновенно, как заварочку. Вот смотрите, я ставлю. Берем ложечку. Вы можете через сито, а можно просто. Сейчас меня будут спрашивать, а сколько можно? Одну, две, да хоть десять себе. Вот, можно добавить. Вот, только единственное, что не нужно горячую воду. То есть не нужно кипяток. Раз. И теплую водичку. Сейчас я добавлю. Великолепно. Так, и здесь у меня вот ягодки плавают. Это из ягод я сделала, разморозила ягодки. У меня сборная команда ягод. То есть и бузина, и малина, и черная смородина, и клубника. Все, что созревает в летней резиденции, я так вот по мере созревания докладываю, докладываю. И первый контейнер готов в морозинку. Потом опять по созреванию. Земляника, калина, это, земляника, малина, смородина, бузина, все, что идет, опять сборная, ежевика, все это докладываю, докладываю, контейнер закрываю, и как только он у меня полностью, и в морозилку. И все, и вот получается, потом размораживаю, кладу в баночку, и пошло гуляние. Сутки-двое в тепле, уже гулять начнет. Вот эти пробиотики уже и готовы. Но сегодня я хочу еще рассказать о том, что можно и овощи делать точно так же. И если даже вы немножечко сольки добавите, этим тоже питаются. Или, как вкусно, или, например, если это я смотрю, не закончилось ли у меня там, а то у меня время там немного. Или вы, например, из свеклы делаете. Да, внизу я обязательно сделаю ссылочку о том, как делать пробиотики из свеклы. Вообще, это ферментирование. Пробиотики – это ферментирование продукта. И я люблю ферментированные продукты кушать и давать своим родным и близким. Почему? Потому что я знаю, что у них эти бактерии, попадая внутрь, в желудок, что они делают? Вот эти белковые молекулы, энзимы, ферменты, как пробиотики, они, попадая вовнутрь, они ускоряют химические реакции внутри. И то, что у вас там происходит, не дай Господь, но там так и происходит, не до конца переработанные остаются кусочки пищи, вот они именно и являются опасностью. Потому что начинается процесс гниения. Вот эта слизь остается. И процесс гниения разлагается внутри нас. Вот почему, когда хирурги разрезают живот человеческий, делая операции, идет страшный запах. Страшно. Вот спросите любого хирурга, вот с кишечником, кто работает, и с желудком. Вот это вот непереработанный, это процесс гниения. Вот гнилостные бактерии вызывают страшные заболевания, онкозаболевания. Вот это вот хеликобактериус, вот хеликобактериус язва желудка вызывает, вот это хеликобактериус вызывает язву желудка. Кандиды и прочие грибки и грибковые всякие заболевания. Вот это все. А зачем нам нужны ферменты? Вы бросаетесь на рекламы в магазине, по телевидению. Вы бросаетесь на эти рекламы, когда вам говорят, показывают стол, садится муж, супруга, приходят дети, муж с женой, внуки. И прежде чем поесть, дают молодому человеку, какая добрая свекровь, вернее, теща, дает ему эти лекарства и говорит название ферменты. Типа что, теперь можешь кушать сколько хочешь. Да, теперь твоя печень отравлена, теперь, дорогой, ты себе сократил два года жизни, и я спокойна. Вместо того, чтобы приготовить ферментированный чаек, посидеть попить чаек. Не кушать пока, а просто попить чаек. Вот почему итальянцы, они очень часто пьют не только такое вино прям, но и ферментированное тоже. Кстати, идет одна из версий, что Иисус Христос со своими 12 учениками пил именно ферментированный сок, вот такой. И такой ферментированный напиток назывался вином в то время. Так что, имейте это в виду. У вас и цвет лица будет изумительный, потому что ферменты будут дорабатывать эти гнилостные остатки, которые остались там. Вот эти наши живые пробиотики, живые ферменты, энзимы, они дорабатывают химическую реакцию до конца и выводят из организма всю гнилость. Они там размножаются и вперед, 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 забирают эту всю грязь и выводят. Вот почему после кефирчика, ну домашнего, настоящего кефирчика, очень приятно ходить в туалет. Вот почему после вот таких вот напитков, особенно если вы в течение дня себе бутылочку пьете, но не забывайте, так же и за водичку, то это все выводит. А еще плюс утром наша сода. Это вообще изумительная вещь. Вот таким образом вы, вы знаете, у вас сразу все скажется на лице. Вот многие говорят, вот как лицо, у вас такое лицо, тра-та-та, пишут подтяжка, затяжка. Я уже чего только не читаю. И маты в свой адрес. Я вам хочу сказать, что злословие, злоречие вам просто перерезает вашу благодать. Вам это надо? Ну ладно, вашу, вашим детям, вашим родным, близким. Вот самое родное, что есть у вас, вот что вы очень любите, вот то, что вам очень хочется сделать, ваша мечта, все вот это вот есть благодать, это будет перерезано. Вам это надо? Следите за языком, потому что язык, враг, не просто так говорится. Это слова Библии. Следите. Потому что все, что вы можете услышать от меня, это только слова благословения. Я вас благословляю. Пусть Господь Бог дает вам здоровья, любви, радости в жизни, добра, благодати. Пусть поспешествует вам и простит вас. Простит всех. Потому что мы каждый день какие-то неправильные делаем шаги. Бывает такое. Поэтому каждый вечер надо все равно покаяться. Во-первых, это хорошо и для внутреннего нашего состояния. У нас такое наступает успокоение. И работа желудка прекрасно происходит. Также кишечника и всего. А еще добавляю вот эти пробиотики, которые вы, каждый из вас может сделать. Тремя простыми способами. Первое. В молоко черный хлеб. Второе. В баночку разморожьте. Разморозить придется вам овощи или фрукты. Положите туда одну чайную ложку меда. Оно даст сок. Как всегда размораживаются ягоды. И пошло бродить, гулять. Вот это на этом моменте вы можете как раз и получить эти наши бактерии. Они у меня так в тепле и стоят. И вот я вам скажу, вот это вот недельное состояние. За недельку вот это съели. И чай у нас сейчас курс 7 дней вот такой вот был. Без имбиря. Следующая неделя будет с имбирем. Будьте благословены вы и ваши близкие. Я вас люблю. Ферментируйте продукты. И внизу будет обязательно ссылочка на свеклу. На то, что я делаю со свеклой. А я вас всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова